Улица Большая Горная, улица Соколовая это улица магистрального общегородского значения, которая предусматривает собой минимум 4 полосы движения и в генеральном плане предусмотрена реконструкция, в том числе и улица Соколов Большая Горная, которая должна быть самостоятельно также с расширением. Поэтому расширение вот этих участков дорог как раз предусмотрено с учетом увеличивающей интенсивности движения поэтому все эти мероприятия в соответствии с генеральным планом города нами выполняются. Как раз это один из этапов расширения вот этих участков в уличной дорожной сети и как я уже ранее говорил что нами при проектировании выполнено расчет интенсивности движения с учетом часов пик что позволяет нам делать о том, что необходимо проводить расширение до 4 полос с выделением участков одной полосы для движения общественного пласта Предыдущие поколения проектировщиков строительных дорог приняли очень неправильное решение, когда в сторону Энглеса было две полосы Почему? Потому что одна полоса при существующих трех полосах движения на мосту через Волгу вот она одна полоса идет и в том случае если пробка с улицы Чернышевского или с улицы Большой Горной когда доезжают до моста включается реверсивная полоса и несмотря на то, что здесь есть пробка мост едет вот и а вот одной полосы движения ее достаточно для того, чтобы и сделать а можно вот поднять нельзя для того, чтобы сделать и разворот вокруг въездной группы на Славянской площади и и для того, чтобы проехать под мост либо вправо либо влево на улицу Большую Затомскую также очень грамотное решение когда проектировщики и строители сделали три полосы при движении из Энгельса почему? потому что центральная полоса идет по улице Соколовой крайняя левая поворот на Чернышевского влево крайняя правая поворот на Чернышевского вправо вот что же получается сейчас при расширении вот до четырех полос то есть здесь от поворота от пересечения улицы Чернышевская с улицей Большая Горная до остановочного павильона Славянская площадь метров 300 не больше здесь путепровод через Глебовичев овраг общественный транспорт также стоит в пробке если он стоит в пробке либо на улице на улице Чернышевского либо на улице Большая Горная от того что он повернет и здесь будет 300 метров он проедет по выделенной полосе для общественного транспорта я не думаю что это увеличит я не думаю что это увеличит какую-то его интенсивность движения или то что он не будет стоять в пробках я житель города Саратова который ежедневно утром и вечером идет домой через Славянскую площадь и наблюдают картину которая которая там и в часы пик и во время свободного движения делается я посмотрел в интернете честно говорю для чего делается кольцевое движение для замедления транспортного потока вот просто и получается смотрю схему и тут показывается что у нас и здесь предлагается и кольцевое движение и предлагается оставить цветофорное регулирование получается двойное замедление в районе Славянской площади вот эксперты если я не прав меня конечно поправят но вот допустим мне кажется что это неразумно вот вот именно здесь кольцо его вообще не нужно нужно сделать поворот крайний левый на улице Чернышевского и дальше и дальше развивать уже улицу Чернышевского и вот посмотрите пожалуйста здесь тоже у нас с кольцевого движения показано направление на улицу на улицу Затомскую то есть есть большая Затомская малая Затомская вот это просто улица Затомская называется вот здесь да мы маленькая улица и здесь для въезда на эту улицу Затомскую есть очень крутой подъем он короткий небольшой но очень крутой и если допустим вот так вот мы по кольцу продвинулись кому-то нужно проехать сюда то есть за ним стали 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 то есть но это дополнительные пробки тем более что здесь же помеха справа да вот будет стоять и ждать и ждать и ждать пока вот его или допустим поток прервется транспорт уже существует три полосы либо его кто-то пропустит причем допустим три автомобиля ну вот это вот не раз с моей точки зрения неразумное решение первый момент про кольцевое движение но прописать кольцевое движение не может замедлять транспортный поток в принципе кольцом нужно чтобы регулировать зачем мы проектируем кольцо у нас самый опасный поворот идет налево на простейшем перекрестке которая предлагает создается 32 конфликтные точки из них 8 поворотов налево конфликтные это те которых наиболее часто возникает дорожный транспорт кольцо полностью исключает точки поворота налево поэтому кольцо наиболее безопасно в этом случае что касается светофора на кольце вот здесь дополнительный вопрос потому что светофор я с вами согласна возможно здесь он и замедлен движение как это нужно конечно еще раз просчитать потому что есть данные натурных исследований в котором показано сколько поворачивает на ту улицу который нужно знать интенсивность движения другими словами чтобы определить это первый момент второй момент что касается четырех полос движения и выделение полосы под общественный транспорт учитывая какая ситуация складывается во всех городах полосы для выделения общественного транспорта в принципе уже жизненно необходимы ведь развитие этого участка не заканчивается этим элементом когда мы обсуждали эту схему там есть же и даже решение перспективе продлить этот участок до сеновую полностью реконструкцию этого объекта если сейчас мы не заложим эти полосы для общественного транспорта то в принципе мы сами себя накажем потом нужно будет переустройство узла